Велосипедные соревнования, каяк с лалом, пешеходные дистанции и многое другое в программе спортивно-туристических соревнований Туриада. Состязания серьезные. Каждый год более 10 тысяч спортсменов проходят отборочные испытания. Только порядка 550 сильнейших получают право представлять свой регион на Туриаде. Такая честь выпала 38 спортсменам из Ульяновской области. Кроме них на соревнованиях есть и зарубежные гости. Туриада расширяет свои границы и принимает новых участников. В этом году этих участников будет действительно больше. Порядка 550 человек мы ожидаем на территории Хвалынска. При этом это будут традиционные спортсмены, которые приедут поостязаться в пеших дистанциях, в велодистанциях и водных дистанциях. В этом году действительно приедут 4 команды. Это команды из республики Таджикистан, которых на Туриаде не было ни разу. Это команда из Киргизской республики, из республики Беларусь. Беларусы к нам второй раз едут, в прошлом году они у нас уже были на Туриаде. Ну и третий раз к нам приезжает команда из республики Узбекистан. У участников соревнований настоящая походная романтика. Все дни Туриады ребята живут в палаточном лагере, который сами и возводили. Утром зарядка, а затем вкусная трапеза, приготовленная на костре. Ну и какой поход без песен под гитару? Здесь на Туриаде проходит фестиваль бардовской песни «Музыка сердец». Среди выступающих сами спортсмены и настоящие знаменитости жанра. С первых дней пребывания в Хвалынске участники репетируют творческие номера. Где ты, моя белая, взлетная полоса? Наш маршрут давно отмечен на карте. Трудно сделать что-то новое вдруг. Каждый день мы просыпались на старте. В программе Туриады не только состязания на силу и выносливость, но и культурно-познавательные направленности. Студенты из туристических специальностей разрабатывают свой уникальный маршрут для путешественников. Победитель конкурса получит грант из Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО на организацию межрегионального туристического маршрута на территории округа. На Туриаде представлены трассы и максимального четвертого класса сложности, поэтому победа в состязаниях очень почетна. Соревнования продлятся до 21 июня. Светлана Карпухина, Улправда ТВ.